Привет, меня зовут Александра, я профессиональный переводчик карт Таро для вас. Сегодня мы посмотрим вопрос, кто и что происходит в её жизни сейчас. Также это может быть в его жизни сейчас. Привет, ребята, давайте посмотрим, что происходит в её жизни сейчас. Что в жизни этой женщины происходит сейчас? Девушки, женщины, бабушки, у кого что? Ладно, женщины не меняются с возрастом, не забывайте об этом. Если она была как маленький ребёнок, она такой останется. Если она была повзрослевшая в раннем возрасте, она такая и будет всегда. Молодые остаются молодые, старички умирают, рождаются старичками. Давайте посмотрим, что у этой женщины в жизни сейчас. Я предполагаю, что у вас небольшое расстояние между вами. Может быть, физическое или же расстояние, связанное с вашей психологией. Или вы отстранились от этого человека, или человек отстранился от вас. Давайте-ка уточним, кто вы, чтобы вы знали точно, что вы смотрите правильный расклад. Что у вас в жизни сейчас? Давайте спросим карты. Я думаю, что это вы ушли. Вы ушли от этой женщины, вы расстались с этой женщиной. Или вы подумываете, ну, серьёзно думаете над этим. Эта карта говорит о том, что вам хочется душевной женщины. Вы ищете для себя наполнение чувств. А там, где вы сейчас есть, вроде бы всё есть, но оно уже не то. Или никогда не стало тем, что вы ожидали от этого человека, или от отношений с этим человеком. Эта карта говорит, что вы уходите вдаль, и вам может быть не очень легко. И, возможно, некоторые люди даже считают вас везунчиком, человеком, у которого всё есть, и не понимают, чего же вы всё ищете, куда же вы идёте. Эта карта говорит о том, что этот человек находится в состоянии душевного поиска, в состоянии наполнения своей собственной чаши. Но у него её, наверное, нет. Здесь восемь стоят, да? А он идёт за девятой. У нас что на девятке чаш? Человек сидит один и доволен сам собой. То есть наполнение своих чувств, наполнение своей чаши. Возможно, вы закончили какой-то период в вашей жизни, когда вы думали больше о других. Такое тоже может быть. То есть вы наполняли эти другие чаши, может быть, другие люди пользовались с удовольствием, но вам чего-то не хватало. Короче говоря, здесь человек к нам пришёл, который в поисках себя. Давайте его обратно положим. Да, сознание немножко затуманенное. Я взглянула на несколько карт внутри, чтобы понять. Сознание немножко затуманенное. Вы не уверены, если вы делаете правильный шаг. Ну, возможно, поэтому этот расклад выпрыгнул к вам на экран, и вы пальчиком на него нажали. Возможно, так. Так что же происходит у этого человека, у этой женщины сейчас? Кстати, если вы хотите, женщины можете тоже на себя перевернуть. Я почему к мужчинам обращаюсь? Потому что им сложнее это всё переделать на себя. Расклад общий. Человек вот такой. Если вы женщина, то тогда вы можете с лёгкостью всё это понять, прочувствовать. Ну, что у этой женщины происходит сейчас? Она себя загнала в угол, может быть, даже сама. Возможно, своими обещаниями, возможно, своими разговорами. Потому что здесь эта карта говорит, что много разговоров и, возможно, мало дела. Карты мечей – это карты ментальные, это карты нашего интеллекта. Это когда мы сами себя придавливаем, забиваем. У нас есть какие-то убеждения, потому что убеждения же у нас в голове, да? Убеждения, которые нам мешают жить. То есть у этой женщины есть такая вещь. Конечно же, как результат, говорят, ой, разбитое сердце. Но здесь вы не видите ведь разбитого сердца, правда? Вы делаете сами себе иногда больно. Вам сделали больно, а вы это в три раза увеличиваете. То есть свою боль вы лелеете и увеличиваете в три раза. И стараетесь залить слезами кто чем. Потому что всё-таки это карта воздуха. Это карта разговоров или мыслей также. Возможно, этот человек очень переживает. Ну, женщина, мы сейчас говорим, да? Очень переживает. Очень переживает и, может быть, иногда даже необоснованно. Человеку нужна помощь, конечно. Тёплое плечо или рука. Возможно, из этой ситуации выйти не так-то сложно. Нужно переключить своё внимание на что-то другое. Может быть, возможно, этот человек это делает сейчас. Поскольку ему больно, например, думать о вас или какой-то ситуации, человек старается переключить своё внимание. Ну, если это умный человек, конечно. А если нет, то тогда он будет стараться, вернее, не стараться, а будет оставаться в таком, в депрессивном довольно состоянии с затуманенными мыслями. Потому что, смотрите, здесь есть облака, которые, в общем-то, производят дождь, слёзы. Возможно, она также собирается в какую-то поездку. И, возможно, она даже кого-то с собой берёт. Потому что вот здесь на лодочке сидит женщина, с которой держит ребёнка. И это помощник. У человека есть, в общем-то, нашла или находит она кого-то, кто мог бы ей помочь в трудной ситуации. Но она сидит спиной к этому человеку. То есть человек готов ей помочь. Он её, может быть, продвигает. Он, может быть, ей даёт советы. Потому что не забывайте также карта мечей, карта мыслей, карты логики. То есть логично она понимает, что ей нужно двигаться там, где ей будет лучше. Может быть, её ребёнку будет лучше. Но в любом случае она уезжает или старается отойти от бурных вод, где её сознание очень сильно всколыхнулось, колеблется, и направится в какие-то новые, в новые, может быть, берега. Но мы же знаем, что не всегда... То есть если ты несчастлив как бы внутри, куда бы ты ни переехал, ты будешь это несчастье с собой нести. То есть здесь ментальная проблема или установки у этого человека, когда она бежит от трудностей, да, может быть такое, что не очень правильные установки – просто убежать от трудностей и спрятать голову в песок, это не решает проблему, да. Она рано или поздно возникнет снова эта проблема. Но эта карта говорит, что человек старается поменять свои убеждения, поменять свои взгляды на жизнь, поменять окружающую среду, может быть, для себя. Потому что что мы делаем? Социальный круг – это в основном общение или социальные сети или что-то. Это всё то, что мы воспринимаем и потом думаем об этом. То есть это, конечно же, мечи, да. Они потом у нас вызывают различные чувства. Но вот это вот всё у неё, у этой женщины в думах, в переживаниях и попытках найти что-то. Ну, на этом пути, попытках найти что-то лучшее для себя, ей может быть встретиться правильный человек, но она его не замечает. То есть в данный момент вряд ли у этой женщины кто-то есть. У неё слишком разбито сердце. Смотрите, она, может быть, обратилась к высшим силам для помощи. У неё, может быть, это последняя инстанция. Может быть, она стала очень религиозной. Или, может быть, эта женщина затевает какую-то тяжбу или даже, может быть, развод. С кем? С вами или с кем-то ещё. Если это треугольник, здесь может быть треугольник. Видите, здесь тройка, а здесь три человека сидят. То есть это разрешение вопросов, обращение к кому-то, чтобы разрешить свой вопрос. Ну, опять-таки, три человека здесь, да? То есть кто-то, у кого чистая голова, или кто знает закон, или кто знает ситуацию, помогает ей разрешить эту ситуацию. Может быть, это также и родной дом. Это могут быть родители. То есть человек старше, более опытный, который является авторитетом. Иногда гуру. То есть этот человек, может быть, знаете, может быть, эта женщина собралась, я не знаю, в Индию встретиться со своим наставником. Здесь, может быть, всё очень так серьёзно. Кто-то очень сильно влияет на её поведение, и она тянется к этому человеку, потому что ей кажется, что это правильно. Или же она, возможно, ищет спасение, ну, в высших силах такое тоже может быть. То есть карта Ерофан говорит о больших организациях. Возможно, она также переезжает, например, по работе. То есть, возможно, этот человек старается найти, как я сказала раньше, забыться о своих проблемах в чём-то большом. Например, это могут быть даже благотворительные какие-то вещи, которые она старается делать для других. Человек неплохой. Человек неплохой, одинокий, и, возможно, человек даже с деньгами. Эти две карты говорят, что, может быть, она направляется за наследством или за частью какого-то имущества, которое ей полагается, ей одной лично. Или же это человек, но если это взрослый человек, может быть, решил выйти на пенсию даже. То есть, отделиться от того, что делал раньше, от работы, может быть, очень стрессовая работа, да, что много стресса. У человека достаточно денег, чтобы за собой посмотреть, чтобы комфортно жить. У человека нет, у этой женщины нет проблем с деньгами. То есть, она, в общем-то, независима. Может быть, даже сейчас этот человек, как я и сказала, она, может быть, занимается благотворительностью, потому что здесь, может быть, за её деньгами, ну, я бы не сказала охотиться, но могут быть некоторые типы организаций, которые стараются получить от неё какую-то большую сумму денег. И, возможно, она это делает, делится. То есть, человек делится не с другими людьми напрямую, да, потому что всё-таки это индивидуалистическая карта, а он делится для того, чтобы чувствовать себя хорошо, даёт часть своих денег, например, в какую-то благотворительную организацию или помогает кому-то довольно-таки по-большому, да. Вот, этот человек может, вот, и он чувствует себя хорошо, когда он это делает, да. То есть, она, эта женщина, очень занимается, возможно, благотворительными делами сейчас, и это ей придаёт силы в данный момент. А чувства здесь пока я никаких не вижу. Что она чувствует по отношению к вам? Давайте, чтобы не затягивать этот расклад, давайте посмотрим на чувства и немножко что ожидать в будущем ближайшем. У меня фен работает, может быть, немножко мешает, ну, ничего. Ведь, опять-таки, чувствовать она сейчас, ну, просто не может. У неё или столько много делает у этой женщины или у этого человека, да, что чувства оставлены на второй план. Или, возможно, она смотрит вперёд и думает, что хорошо, я сейчас доделаю, вот что-то это доделаю, тяжёлую работу совершу, и потом я подумаю о чувствах. Здесь вообще нет никаких чувств. Человек очень сконцентрирован на том, чтобы что-то завершить. Это может быть завершить отношения с вами навсегда, это может быть завершить отношения с кем-то с третьей стороной. Ну, человек совершенно думает, что он устал, у него уже очень мало сил, но результат близок, потому что, смотрите, всё-таки город, который там на заднем плане, он близко. Человек это делает добровольно, никто его не заставляет это делать. Чувства. Ну, опять-таки, работа, материальная жизнь, может быть, эта женщина или мужчина карьерист также, да, то есть всё равно какие-то дела, свои дела или обучение, или интересы свои человек ставит на первый план. Интересы, да. Возможно, у этого человека есть очень много интересов, хобби, которыми она занимается. И вот это всё тянуть довольно-таки сложно. Практически, может быть, вы столкнулись с такой женщиной, когда у неё нет времени на отношения, или же она так занята своей семьёй, может быть, также, да, может быть, у неё расширенное количество, я не знаю, родственников, и она, возможно, отвечает за них всех или считает, что она отвечает за них всех. И это забирает у неё время и силы. Ей даже некогда подумать о чувствах, то есть о что будет дальше. Давайте ей дадим ещё один шанс. Пожалуйста, карты, давайте вытащим три карты. Скажите, что она чувствует там к вам, к человеку вопрошающему, что у неё на сердце, что она чувствует глубоко в сердце, если так всё закопано в такую глубину, что она чувствует? Что она всё-таки чувствует к вам? Вы ей нравитесь. То есть вы, возможно, были бы идеальным для неё человеком, если бы вы были, возможно, это гордый человек, да, равны ей, потому что она считает, что вы очень привлекательны. А может быть, она считает, что вы слишком заземлены, хотя она сама, наверное, тоже такая. Иногда мы являемся зеркальным отражением партнёров, то есть она считает, возможно, что вы не можете поменяться, потому что эта карта, смотрите, у человека, ну, всё-всё-всё-всё завалено, да, и даже кольчуга у него на ноге, видите, это человек, который имеет много, но меняться не хочет, не будет. Он стоит на своём, он знает, что он хочет, и то, что он хочет, у него уже есть. Она, возможно, считает, что ей нет места уже вот в вашем кругу, да, в вашей жизни, потому что вы серьёзно стоите на своём. Это может быть связано тоже с такими какими-то убеждениями или вот физическими проявлениями жизни, когда у вас есть дом, работа, и вы ничего ради неё менять не будете. Это она так думает о вас. Ну и отсюда подумайте, что она может чувствовать. То есть она может быть чувствовать, конечно, одиночество. Она может быть чувствовать, что она и сама, поскольку она не хотела бы, чтобы у неё было разбитое сердце, которое, может быть, она испытала какую-то боль, да, сердечную. Она не хотела бы её повторять. Остались ли у неё какие-то чувства к вам? Ну, ребят, наверное, нет. Может быть, ну, как сказать, эти чувства не такие романтичные. Вот. Не то, что у неё нет чувств, но они очень такие... Это как мама и отношения как между родителем и ребёнком. То есть здесь, возможно, есть любовь, которая... Забота. Забота, да? Забота, которая выглядит как любовь. Как она к вам относится. Ей, может быть, иногда вас жалко тоже, потому что это очень чувствительная и красивая, конечно же, женщина. Ну, или мужчина тоже. То есть вы друг к другу пара. У вас очень много, наверное, общего, которое мешает вам дополнить друг друга. То, что у вас есть, у неё тоже есть такого типа. И иногда мы это не ценим. И получается, что она не может от вас получить то, что вы хотите, а вы не можете от неё получить то, что... То, что она... Она не может получить от вас то, что она хочет, а вы не можете получить от неё экзакли... Ну, точно то, что вы хотите. Потому что у вас запросы похожи, а это как мужская и женская сторона. Вы должны быть дополнением друг к другу, а не одно и то же. То есть разница должна быть между вами. А вы больше здесь выглядите как партнёры и рассчитываете свои отношения. Потому что очень много пентаклей. Здесь есть серьёзный расчёт. Чувств что-то маловато. Но хоть одну. Возродить чувства. Вряд ли. К сожалению. Ну, вряд ли. Смотрите. Эта карта говорит о том, что столько много ментального мусора, ментальных воспоминаний даже, потому что это всё-таки мысли, наша память, это тоже... Она же не материальная, да? То есть она... Вот эта память, вот это всё держать в своей голове, оно человека убивает. Отношения убивают и чувства. Человек не может отпустить негативные какие-то мысли, негативные поступки в прошлом. Они уже не поступки. Они уже физически на человека не влияют. Они только влияют, когда он начинает о них думать. То есть у неё столько много мечей, наверное, которые она втыкает, думая о вас в себя, что вряд ли у неё получится проявление чувств когда-то снова. В этом случае нужно посмотреть, ребят, что в вашей ситуации делать, что лучше делать вам в данной ситуации. Ну, видите, у вас есть хороший шанс, ну, очень хороший шанс, шанс колесо фортуны встретить, конечно, ещё кого-то. Это может быть неожиданно, это может быть в поездке, но вам нужно обязательно двигаться. Кто стоит, тот не продвигается. Да, конечно, сидя на диване или в баре где-то, вы не получите эту женщину. Здесь нужна активность, здесь нужен переезд, поездка, что-то новое, свежее. И удача будет вас преследовать на этом пути. С новой женщиной, да, наверное, скорее всего, кто-то медленно направляется в вашу сторону. И вы должны тоже не очень долго стоять на одном месте, а что-то делать. Это здесь физические шаги, которые вам нужно делать. Ну, эта карта говорит тоже полёт, полёт в воздухе. Что-то, это сексуальная карта, тоже очень. То есть, если вы не будете сильно много зацикливаться на своём прошлом, то у вас могут быть очень быстрые перемены, если вы ищете именно чувств, потому что здесь возможны отношения, но такие, без чувств. Вам они не будут нравиться. Может быть, некоторым из вас даже противопоказаны такие отношения. Знаете, лёгкие отношения, это может быть не для вас. Не для вас. Хорошо. Совет от карт. Делайте правильный выбор. Старайтесь прислушиваться не к логике, а к сердцу, к своим чувствам. И, скорее всего, это всё-таки новый человек в вашей жизни. Не прошлый, не из прошлого, а новый человек. Новая любовь всегда ждёт вас где-то или на другой стороне, или за порогом. Нужно обязательно искать её. Не сдавайтесь. Всего вам хорошего. С вами была Александра. Пока-пока.